Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. Ко дню банковского работника. Президент Алан Гагуев вручил государственные награды сотрудникам банка. В составе России сохраним свою историю, язык, идентичность. Во Владикавказе прошел 11-й съезд Международного общественного движения Высший совет Осетин. Адресуем наилучшие пожелания коллегам. Сегодня государственное информационное агентство РЭС отмечает 29-летие. Банковская система – основа стабильного развития экономики, надежный ориентир для предпринимательства и гарант финансовой устойчивости. Отметил президент Алан Гагуев, поздравляя сотрудников банка с их профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что каждый из работников вносит весомый вклад в укрепление банковской системы. Отличившиеся сотрудники удостоены медалей, а также почетных грамот и благодарственных писем. Президент Алан Гагуев вручил государственные награды работникам банковской сферы. Торжественная церемония награждения была приурочена ко дню банковского работника. Глава государства тепло поприветствовал присутствующих и поздравил с профессиональным праздником. Глава государства Основой стабильного развития экономики, надежным ориентиром для предпринимательства и гарантом финансовой устойчивости является банковская система. Вы, безусловно, вносите весомый вклад в укрепление этой системы, обеспечивая высокое качество банковских услуг и поддерживая доверие наших граждан. Ваш профессионализм, ответственность и стремление к развитию заслуживают искреннего уважения, отметил президент. Кроме того, президент поздравил Алану Булатаеву с назначением на должность директора ОАО Акционерно-сберегательный банк Республики Южная Осетия. Продолжение следует... Особые слова признательности президент выразил ветеранам банковской системы, которые приложили множество усилий для успешного развития одной из важных сфер в республике. Продолжение следует... Алан Гоглоев призвал руководителей работать сообща. Продолжение следует... 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 потому что там порядка 600 клиентов в этот месяц скоро перейдут на карточную систему оплаты. Это профессор, преподавательский состав, технический, студенты, их довольно большое количество, 600 человек. Также банком реализуется проект по внедрению в республики торгового эквайринга для возможности оплаты товаров и услуг с помощью банковских карт. Это работа, которая банк берет на себя, и мы обязательно доведем данную работу до логического какого-то завершения. И все-таки я надеюсь, что в ближайшее время большинство торговых предприятий будут оснащены терминалами для оплаты картой. А потом, когда предприниматели все-таки увидят и почувствуют плюсы данных мероприятий, уже, конечно, пойдет все гораздо быстрее и легче. Национальный банк планирует выпустить памятные купюры. Банки занимаются и благотворительностью. Только за этот год из средств собственной прибыли 15 миллионов ушло на оказание различной помощи нуждающимся категориям граждан. Зарина Кочиева, Рауль Кочиев, информационный выпуск сегодня. В свой профессиональный праздник сотрудники Национального банка обслуживают своих клиентов в праздничной атмосфере. Работники подготовили для них презенты, а сотые посетители получили сертификаты. Мы стали нашим юбилейным клиентам. Сегодня у нас профессиональный праздник День банковского работников, поэтому мы решили для своих клиентов тоже сделать небольшой такой бонус праздничный, чтобы для них он стал таким же праздником и запоминающимся. У нас небольшие бонусы, шоколадка и сертификат подарочный. Всегда получаете такие приятные бонусы. Спасибо вам праздникам еще раз. Спасибо большое. Спасибо. Клиентам в профессиональный праздник подарки для банка стало уже доброй традицией. Для нас это очень значимый день. Банк является одним из ведущих органов в республике, в финансовой сфере. И для своих клиентов мы также решили устроить небольшой праздник, чтобы он для них также стал особенным. Каждому клиенту, сегодня приходящим в банк, мы дарили небольшие сладкие подарки в виде шоколадок с логотипом нашего банка. Каждому юбилейному клиенту банка сегодня были преподнесены небольшие бонусы в виде подарочных сертификатов. Это для каждого из них было неожиданным сюрпризом. Думаю, и для них он состоялся, не только для нас. Президент Алан Гоглоев провел рабочую встречу с председателем правительства Константином Джусоевым и министром строительства, архитектуры и ЖКХ Зауром Чочевым. Клаве государства было доложено о ходе реализации инвестиционной программы на 2024 год. По словам Заура Чочева, работы на большинстве объектов уже завершены. Ведется оформление документации. Алан Гоглоев поручил председателю правительства докладывать о ходе строительных работ в ежедневном формате. Социальный фонд Южной Осетии начнет выплату всех пособий с завтрашнего дня. 3 декабря будут профинансированы ежемесячные пособия за декабрь месяц. 5 декабря – финансирование пенсий за декабрь. 23 декабря – финансирование пенсий за январь 2025 года. В фонде подчеркнули, что финансирование на все выплаты есть. Согласно графику, все получат пособия. Во Владикавказе прошел 11-й съезд Международного общественного движения «Высший совет осетин». Мероприятие как важная площадка для обсуждения и рассмотрения актуальных вопросов осетинской культуры и языка. От имени президента Республики Южной Осетии Алана Гоглоева поздравительное послание делегатам зачитал руководителю гостинского отделения «Стернахас» Леонид Тибилов. Подробности в материале Елены Газеевой. Во Владикавказе прошел 11-й съезд Международного общественного движения «Высший совет осетин». Съезд собрал 425 делегатов из 9 стран и 43 регионов России, включая представителей севера и юга Осетии. Мероприятие прошло под значимым лозунгом «В составе России сохраним свою историю, язык и идентичность». В приветственной речи глава Республики Северной Осетии Аланя Сергей Миняйло отметил, что сегодня как никогда важно единство народа. Важно, чтобы каждый представитель осетинской нации знал и чтил свои корни, сохранил культуру и традиции. Съезд собрал 425 делегатов астанцией. От имени президента Республики Южной Осетии Алана Гоглоева поздравительное послание зачитал руководитель Юго-Остинского отделения Стернахас Леонид Тибилов. Продолжение следует... 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 Будьте счастливы, чтобы работа вам приносила только удовольствие. Благодаря профессионализму, компетентности и добросовестной работе сотрудников агентства граждане Южной Осетии оперативно получают информацию о процессах и событиях, происходящих в республике. Благодаря профессионализму, компетентности и добросовестной работе сотрудников агентства граждане Южной Осетии. Благодаря профессионализму, компетентности и добросовестной работе сотрудников агентства граждане Южной Осетии оперативно получают информацию о процессах и событиях, происходящих в республике Южной Осетии и вокруг нее. На информационном сайте, помимо новостей, также размещаются эксклюзивные интервью, очерки, репортажи, аналитические материалы. Все, чем живет Южная Осетия. Информационное ведомство также имеет английскую версию. Ежедневно сайт РЭС посещают тысячи читателей по всему миру. Я благодарю своих коллег, прежде всего, за то, что столько лет они держат планку, что на РЭСе всегда достоверная, правильная и оперативно поданная информация. Это имеет колоссальное значение как в мирное время, так и в военное. Особенно велика была роль РЭС во время боевых событий, когда порой этот РЭС становился единственным источником информации и РЭС вещал на весь мир о том, что происходит в Южной Осетии. Поздравляю вас. Желаю вам, прежде всего, положительных новостей. Желаю мирного неба. Желаю успехов всем причастным. Информационное агентство РЭС – это одно из ведущих средств массовой информации РЭС. Это наше окно в Европу, скажем так. И оно сыграло значенную роль, свою роль в становлении РЭС однозначно. Поэтому в этот день хочется поздравить весь коллектив РЭСа, всех, кто там работал до этого, с вашим днем рождения. Пожелать всего самого доброго, благополучия, чтобы у вас были только добрые поводы писать о нашей республике, о ее процветании, и чтобы никогда больше не приходилось писать о войне. Счастья вам, здоровья и больших творческих успехов. За прошедшие годы работы РЭС зарекомендовал себя как надежный, достоверный и оперативный интернет-ресурс, работающий на благоприятный образ республики. Невзирая на трудности и возникающие проблемы в повседневной работе, сотрудники информационного агентства РЭС трудятся неустанно, как в будни, так и в праздничные и выходные дни, в тесном сотрудничестве с другими югостинскими СМИ. Мы также присоединяемся ко всем словам поздравлений в адрес наших коллег. Желаем хороших новостей и новых творческих высот. Эльвира Тибилова, Заврустаев, Заримарсоева. Информационный выпуск сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Особая благодарность ветеранам агентства, которые всегда были примером подлинного патриотизма и твердости гражданской позиции. Когоев пожелал всему коллективу крепкого здоровья, благополучия и успеха в реализации всех творческих замыслов. В Грузии продолжаются массовые уличные протесты, сопровождающиеся столкновениями с полицией. Они ожесточились после того, как 28 ноября премьер-министр Иракли Кубахидзе объявил, что власти снимают с повестки переговоры о вступлении в ЕС до конца 2028 года и что Тбилиси отказывается от европейской финансовой помощи. На сегодняшний день протесты оппозиции в Тбилиси, желающие видеть Грузию в составе Европейского Союза, перешли в более агрессивную фазу. Участники беспорядков впервые использовали горючую смесь против сил правопорядка, а также применяют пиротехнику в качестве импровизированного оружия. Грузинская оппозиция продолжает массовые протесты, которые уже переросли в стычки с полицией. Всю ночь акция проходила перед зданием грузинского парламента. Оппозиция не согласна с решением парламента о приостановлении процесса вхождения в ЕС. Требует отменить их и взять курс на дальнейшую интеграцию с западными странами и Соединенными Штатами Америки. Грузия не желает быть послушной марионеткой Запада в таких чувствительных вопросах, как открытие Второго фронта против России, как внедрение вредоносных гендерных новшеств и предложений Запада в области экономики, и направленных на дальнейшее разрушение грузинской промышленности, того, что еще уцелело после более 30 лет господства Запада на грузинском, даже внутриполитическом поле. Естественно, что Запад, давно наплевавший на демократию, желает свергнуть вполне демократически избранное грузинское правительство и привести к власти своих марионеток, которые будут слепо выполнять все малейшие капризы Запада. Активисты грузинских протестов действуют по методичке западных кураторов. Все понимают, что происходящее является спланированной, подготовленной и проплаченной иностранной силовой акцией. Восставшие в кавычках, революционеры в кавычках, потому что это не революция. Революция ставит целью коренное переустройство общественной и политической жизни. А у нас нет никаких оснований полагать, что в результате запланированной так называемой революции будет изменена политический строй или экономическая формация. Революция – это просто красивое слово для очередного запланированного западным кровавого переворота. Погромы в центре Тбилиси стали обычным явлением. Оппозиция вовсю старается придать действу максимальную зрелищность, учитывая, как легко можно подтолкнуть грузин на агрессивные шаги. Есть пример Украины. И все видят, к чему привели аналогичные события в Киеве, к каким разрушительным, катастрофическим последствиям они привели. И естественно, что нет никаких оснований полагать, что те силы, которые дестабилизируют обстановку в Грузии, не знают о том, что они несут своему народу, народу Грузии. Зачастую во время подобных акций звучат призывы вернуть утраченные территории. Ведь подсказчики уверяют грузинский народ в том, что благодаря их суперспособностям они смогут освободить так называемые оккупированные территории. Яна Плеева, Айда Кочиева, информационный выпуск «Сегодня». Столицу наградили победителей и призеров открытого республиканского турнира по вольной борьбе в памяти двухкратного призера Олимпийских игр Бесика Кудухова. Соревнования прошли во дворце спорта «Олимпа» и собрали более 160 юных спортсменов из севера и юга Осетии и республики Абхазия. Турнир является ежегодным и каждый раз получается интересным, зрелищным и запоминающимся. О результатах соревнований узнаем из материала Стеллы Бясровой. В спорткомплексе «Олимп» прошел международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона Бесика Кудухова. Спортивное событие собрало свыше 160 юных борцов из Южной и Северной Осетии, а также республики Абхазия. Участники – борцы двух возрастных категорий. С приветственным словом к спортсменам и болельщикам обратился председатель комитета по молодежной политике и спорту Суслан Гассиев. На соревнования приехали друзья Бесика Кудухова, звезды мирового спорта, серебряный призер Олимпийских игр Тэмура Стегиев и чемпион мира Ирбек Фарниев. Хочу пожелать успехов в дальнейшем, сегодня и во всей следующей спортивной карьере. Трудитесь, терпите и старайтесь, и все получится. Всем удачи! Хочу поблагодарить президента нужной ассистемы. Владимир Владимирович, всех друзей, которые здесь стояли, план заседал, Суслан Городов, Суслан Городец, всех друзей, которые организовали такой прекрасный праздник для детей. Весь их сам труден, бесконечный день, дети любили его. И все это знали, он всегда общался, помогал детям. Первый вице-спикер парламента Азита Бесаева поблагодарила организаторов и участников турнира за столь интересные и масштабные спортивные мероприятия. Раду приветствовать всем гостей, которые сегодня приехали. С братской Абхазии, Сиреной Осетии. Спасибо вам за такое активное участие в соревнованиях, которые проводятся по больной победе в нужной осети. Я хотела пожелать всем вам удачи, упорства. Знайте, что только труд и упорство вдвоем результаты. Берите примеры чемпионам старших, старшему поколению, которое показывает вам достойных примеров. Удачи, успехов и пусть победит самый-самый лучший. Турнии Риме-Небесика Кудухова в Цхимвале являются ежегодным. Каждый раз в нем принимают участие сильнейшие борцы. Стелла Бязарова, Владислав Пащенко, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В Республике Ясна в Знаурском районе днем плюс 6, ночью плюс 1. В Цауском районе днем 2 градуса тепла, ночью минус 4. В городе Квайса днем плюс 2, ночью минус 5. В Ленингорском районе днем 3 градуса тепла, ночью минус 1. В столице Республики в Цхимвале днем плюс 5, ночью минус 1. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.